красиво может какой хороший поселок так и рачка сегодня пайку увеличивает прямо из рук из рук из рук обнагрели они такие теплые чем весь семи из отсюда как на ладони посмотрите какие шикарные виды всем привет друзья всем привет и снова с нами а мы с вами сегодня мы будем гулять по курортному поселку семи из этот курортный поселок многие из вас полюбили и выбрали для своего отдыха смотрите прекрасный воздух прекрасный вид мы сегодня обязательно опустимся к морю всем покажем всем расскажем данный момент мы находимся на кипарисовой аллее а дальше вам продолжит рассказывать и рачка вы только посмотрите какая прекрасная зеленая аллея двух сторон кипарисы а здесь статуя диониса он с кушином и гроздья винограда подписан дионис пойдемте дальше смотреть людей сейчас мало ну естественно еще не курортный сезон но надеюсь когда будет курортный сезон приедет много людей здесь будут фонтаны идем дальше смотрим присутствуют лавочки урны красиво может какой хороший поселок а это немного дальше фото зона я люблю семи из смотрите светит солнышко замечательно к морю пойдем немного попозже у нас планах подняться на знаменитую гор кошку а дальше я вижу вот статуя это скорее всего аполлон ну-ка ну-ка ближе прочитаю да это аполлон видите змеи держит идем дальше смотрим любуемся это гора кошка перед вами знаменитая ее надо смотреть с моря тогда очертания кошки очень красиво она смотрится сейчас дует ветер немного так что извините если звук будет плохой так а это кто сзади я этого героя не узнаю мифического греческо-мифического мужчина с копьем ну по-моему это геракл точно геракл дайду дальше чтобы вы рассмотрели а так выглядит замечательно это аллея ну а теперь с аллеем вместе с вами плавно опускаемся к морю ребята и что хочется вам сказать вот это бар ежи в данный момент он уже ресторан ежи так кто не знает это место где собираются люди с нетрадиционной сексуальной ориентации и здесь сделали вот совсем недавно открыли классные площадки ребята и детские городки и спортивные площадки смотрите волейбольная площадка мы здесь давно не были семизе волейбольная она же и для игры в баскетбол и в мини-футбол детская площадка сделаны навесы теневые лавочки сделаны люди сюда приходят выходной день с детьми смотрите тут же еще есть три кольца для баскетбола но такой я уже говорил в одном из видео мини баскетбол где играют два на два или три на три смотрите детей очень много все зелено классно классно да также вот еще теневые зоны сделаны ребята ну смотрите и сделан пан трек вот такой пан трек за дети катаются да на самокатах все все сделано хорошо чтобы родители здесь не пришли дети поиграют по катаются здесь смотрите классно классно мне нравится как сделали а родители в это время пока дети отдыхают катаются развлекаются они посидят на лавочках отдыхнуть и там сверху еще по аллейкам ребята на скейтах катаются также еще сделан такой спортивный городок здесь ребята и велопарковка вот специально кто приехал сюда позаниматься спортом на велосипеде вот велопарковочка такая сделана такие турники все новенькая все сделано классно если даже дождик пойдет ливневка есть да вот покрытие мягкое и как скручена так на совесть ну на совесть да нравится здесь уголок нравится все это освещено ребята и также есть камеры видеонаблюдения здесь так что все в принципе все прекрасно ну а мы вместе с вами идем к морю еще и за елки а я не знала здесь даже да у ребята вот и пропускалах вот детская площадка раньше здесь была такая старенькая детская площадка опять же сделаны лавочки навесы как пергола пергола да я не знал такого слова вот детский городок смотрите все ось масса ну да камушки мягкие камушки смотрите и мягенькие да ну как пластик да ира послав детский уголок давай давай пройдемся посмотрим ой здорово здесь здорово да видите вот так я прошлась конечно немножко великовато для этого но я бы с удовольствием покачалась бы прокатилась бы особенно на горке немножко я выросла переросла также здесь тоже пергола вот расположена смотрите видите здорово скамеечки идем дальше к морю мы вместе с вами вышли уже с детской площадки отсюда открывается великолепный вид на море и на скалу диво но что хочется сказать здесь 7 месяцев хранили памятник ленину совсем недавно я видел видео фотографии в которых этот памятник кто-то какой-то вандал какой-то нехороший человек будем гориток редиска испачкал испоганил синей краской уже памятник отмыли подбелили подкрасили так что в принципе вот так это все выглядит ребятки сегодня дует ну просто штормовой ветер так что вы нас извините съемка будет без запуска коптера у что я как-то боюсь что его унесет в открытое море надеюсь вы нас простите и ребята здесь в семейзи очень много котиков вот вот один из них рыжий сегодня мы будем обязательно их кормить ира взяла корм и мы вместе с вами уже вышли на смотровую площадку ребята вот эта смотровая площадка с лавочкой здесь ну просто великолепно виды прекрасные и и сегодня мы хотим подняться на скалу диву ребята как обещали ирочка будет кормить кошек и котов да что то что они голодные смотрите они такие толстые жирные мяу ну выдави 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 кисть 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 вот еще кисеньки шо 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 такие поигулки а что здесь обижают да наверно обижают облизываются один другого обижать на ау они нас боятся видишь боятся да да ну отходи а лёшенький а вон серенький как хорошенький отходи сейчас кушать будет кисеньки кушайте золотые ооо рыжий прибежал рыжий все закрыл вот аппетит и вот вот самая боязливая кошка бежит кисть 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 а селфи не хотят увлечены едой селфи давай выдави да так и ручка сегодня пайку увеличивает прямо из рук из рук обнагрели кисть боже они такие теплые теплые да они теплые на солнце нагрелись да дикие обижают наверно обижают да внутри боится ну вот покормили кошечек пока вы любуетесь видами семей за я дам вам немножко истории первыми здесь проживали тавры это коренные жители крыма то есть это именно коренная народность крыма также здесь жили генуэзцы византийцы потом когда крым был захвачен османцами османской империи здесь жили османы ребята это место просто прекрасно если вы устанете от пляжного отдыха всегда можно в окрестностях семей за найти себе развлечения можно сходить на гору кошку в пешеходную прогулку она находится здесь же рядом с поселком семей из там на горе кошка есть сооружение это сооружение укрепительные сооружения они датируются в восьмой век до нашей эры так что ребята здесь можно походить по горам подышать воздухом просто великолепно это место семей из любили многие здесь жили поустовский качубинский и также лев толстой и вот мы так вот не спеша вышли вместе с вами на смотровую площадочку такую небольшую с видом на скалу дива как я говорю мы туда хотим обязательно подняться сегодня к сожалению канатного мостика нет его на зиму на зиму сняли ну что придется подниматься вверх по ступенькам ступенек ребята 260 и наверху есть прекрасная великолепная смотровая площадка вместе с вами мы туда поднимемся сейчас найдем где начинаются ступеньки потому что по ступенькам я сам еще не поднимался по канатному мостику как-то ходили ну что ничего страшного ребята да а в принципе сейчас найдем где-то спуск должен быть вот спуск да вот спуск да ребята мы идем правильно так указатель скала дива природный каменный мегалит высота 54 метра ну это написано здесь я где-то читал что вы 151 метр виды смотрите ступеньки кто будет здесь опускаться будьте аккуратны потому что они вытертые и очень скользкие да ну всем у кого нормальное здоровье я в принципе рекомендую подняться на эту скалу ну что давайте уже включимся где-нибудь посредине скалы когда ира устанет и мы будем делать передышку а потом уже на самой вершине мы уже половину пути прошли как те и рачка 144 даже больше ребята именно вот отсюда с этого места идет веревочный мостик будем говорить так на материк на крымский материк виды уже отсюда открывается просто бомбезные ну а наш путь лежит вверх ребята вы сделали это их 260 ступеньки вид отсюда бомбический ваше лапе весь семи из отсюда как на ладони посмотрите какие шикарные виды вдалеке виднеется зубцы айпедри красивая красота у нас сдувает а а а а а а а ребята и вот идет покорительница вершины практически эвереста идет улыбается счастливая здесь в этом звуку точке ветра практически нет ну как тебе супер супер если б не ветер если б не ветер все было бы классно да дети идут да дальше расскажу виды обалденный всем рекомендую забраться в принципе легко нормально да нормально для людей у которых дыхание нормально нормально ребята и увидели ветер такой ветруган наш бы маленький коптер просто бы унесло в море поэтому мы его не запускали огромное спасибо всем кто нам помог собрать на наш новый коптер денежку да ребята вот смотрите мы уже опустились вниз камни здесь ступенек нет ну так вот все это вымостили настилы но в принципе вот такие виды все прекрасно сейчас немножко поднимемся вверх и продолжим свою прогулку по семи изу мы сейчас с вами находимся в старой части семейского парка посмотрите да он не обустроен он дикий можно сказать даже лесополоса а мне такое нравится здесь растут можжевельники воздух замечательный прекрасный этот парк был разбит 1830 году основателем семьи за мальцевым продолжим с вами исследовать парк тропинки здесь были как вы видите но они сейчас в таком плачевном состоянии ой что то цветет какое то дерево кустарник редкими цветочками весна 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 в душе ребята воздух здесь конечно прекрасный великолепный но честно говоря все в таком запущенном состоянии очень печально да хотелось бы чтобы власти обратили на этот парк внимание и как-то привели его в порядок не знаю чтобы власти города Ялты убирали хотя бы здесь потому что ну мусора действительно очень много но погулять здесь в принципе неплохо мы идем не по центральным аллеям а идем небольшими тропиночками такими сейчас мы выходим как раз на аллейку которая вот мощеная именно асфальтом камнем вот одна из аллеек вот эта вот аллейка это ведет в ту сторону откуда мы пришли и мы выходим ребята по моему это усадьба Мальцево если я все правильно понимаю то вот это вот здание по моему усадьба Мальцево сейчас Ира посмотрит по картам что там это усадьба да? мы ее искали класс мы ее нашли нашли да? ребята вот она усадьба Мальцево Мальцев Ира вам говорил кто такой-то основатель поселка Семеизда это по моему промышленник какой-то промышленник отставной офицера сначала было да как-то я там читал вот такое звание интересное секунд майор не знаю что это за звание вот рябина садовая на дереве ну не знаю рябина это или нет ребята смотрите вот такое здание старое с крыльцом конечно ну раньше строили на века и вот мне не нравится когда в таких вот старых исторических зданиях ставят пластиковые окна ну как-то можно было рамы какие-то сделать деревянные вот это центральный вход с колоннами в эту усадьбу собака охранник ну пока тихий да ребятки вот так все это выглядит ой ничего здесь нет да ничего нету добрый день а подскажите будут реставрировать усадьбу мальцева будут да а то есть кто-нибудь если купят а так государства не будет не будет а здесь вот где гараж здесь раньше конюшки были наверно да спасибо огромное а ворота еще старые остались да а можно внутрь заглянуть а там пункт охраны все понял спасибо ребята ну вот так выглядели в конюшне это наверно каретный двор даже скорее всего ну что идем гуляем дальше спасибо огромное видите в семье изи какие приветливые люди хоть и охрана не стали ругаться все рассказали подсказали двухэтажная усадьба инвентарный номер написан да так а здесь какая-то спортплощадочка ребята ну что в принципе вот если не брать в расчет то что парк запущены мне очень и очень все это нравится мы же вместе с вами продолжаем движение гуляем по парку семеиза все для вас снимаем ну а вы смотрите своими глазами все кто до сих пор смотрит это видео и оно ему нравится пожалуйста поставьте на паузу напишите свой комментарий ну а все новые зрители подписывайтесь на канал проходя через парк мы увидели здание санатория пионер ну этот санаторий по моему заброшен вот так выглядит одно здание ребята это здание постройки еще времен советского союза а это здание скорее всего постройки еще дореволюционной здесь на этом месте располагался санаторий пионер теперь его нет а это печально ребята это очень печально вы видите что вот такие места где могут отдыхать дети оздоравливаться здесь семьи изи они заброшены вот план схема размещения маршрутов теренкура на территории санатория значит корпуса все также школа здесь есть то есть этот санаторий был круглогодичный написано что объекты под охраной дерево вот вот цветет ребята это или слива смотрите в крыму зацвело миндаль мы видели но это слива это слива да ребята вот так уже цветет все в крыму цветет ребята весна пришла скоро лето скоро все ребята начинайте бронировать билеты в крым собирайте чемоданы и крым привет так ну все это вот так выглядит да печально печально конечно что все в таком состоянии хотя здесь какие-то ворота кто-то живет кто-то здесь поселился частный дом это дисней щелкунчик и 4 королевства ну а здесь кто-то себе облюбовал жилье мы уже знаем где находится море написано гостиница осоль и указатель моря и на стрелочке наклеена такая штучка или вырезана нарисовано вырезали да нарисована кошечка от указателя буквально метров 15-20 и мы выходим на пляж семи изи ребята не пугайтесь кто в семи изи отдыхал он знает какие здесь пляжи пляжи вот такого плана здесь шторма очень сильные в семи изи и поэтому море пляжей не щадит к сожалению большому сожалению морем пляжи разрушает их бетонируют накрывают плитами и возле самой кромки воды пляж галичный также здесь есть смотровая площадка ребята вот такой огромный валун своеобразная смотровая площадочка давайте поднимемся на эту смотровую площадку мы сегодня более высокую скалу уже покорили 1 фотографирует для инстаграма ссылочка будет в описании подписывайтесь ой классно классно просто супер и и и и и и Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Скоро лето, как я говорю Собирайте чемоданы, бронируйте билеты И привет, Крым! На этом мы что делаем? Мы не прощаемся, мы ждем вас еще в гостях Да, ребята, мы не прощаемся До встречи в следующих выпусках Субтитры подогнал «Симон»